Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Астана, в студии Анара Сюмбаева. В начале выпуска коротко о главном. Массовые задержания. Целые группы вымогателей орудовали в трех регионах Казахстана. С тремя подельниками в подвале здания, оказывая моральное и физическое давление на потерпевшего, вымогали 8 миллионов тенге. Сколько человек стали жертвами преступников? Лакомый кусок. Жители Актубе возмутило решение о сносе гаражей. В зиму у меня засыпана картошка на две семьи, соленья, зимняя резина. У меня старенькая машина. Зачем чиновникам старые постройки? Удастся ли людям договориться с властями? Сразу в трех городах Казахстана задержали несколько группировок вымогателей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Как рассказали в ведомстве, некоторые из них выдавали себя за сотрудников полиции, а другие угрожали компроматом. Одна из таких банд орудовала в Шымкенте. Двое жителей мегаполиса путем шантажа и угроз вымогали миллион тенге у местной жительницы. Сейчас подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Также в Уральске взята под стражу группировка из числа местной молодежи. Они выдавали себя за сотрудников органов правопорядка и вымогали у студента одного из судебных заведений 500 тысяч тенге. Аналогичный случай произошел и в Актобе. Сотрудниками УБОП в Актобе при получении требуемого одного миллиона тенге и автомашины «Субару» задержан и арестован участник преступной группы, которая с тремя подельниками в подвале здания, оказывая моральное и физическое давление на потерпевшего, вымогали 8 миллионов тенге. Проводится досудебное расследование. Работа по выявлению и предупреждению фактов вымогательств продолжается. 33 миллиона тенге штрафа назначил суд экс-руководителю отдела Табол-Таргайская бассейновая инспекция за коррупционные преступления. По материалам дела в одном из садоводческих кооперативов обнаружили нарушение водного законодательства, отсутствие исправных приборов учета воды. Экс-чиновник пообещал за вознаграждение не принимать меры в отношении руководства кооператива. Цена вопроса 1 миллион тенге. По информации суда Мукашев вино признал в полном объеме и раскаялся. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составило 33 миллиона тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. В Уральске родители погибшего егеря не верят в то, что их сын погиб по своей вине. Они не согласны с результатами медэкспертизы местных специалистов. К расследованию подключились столичные эксперты. Пришлось сделать эксгумацию тела, после которой выяснились весьма любопытные подробности. Дело приняло другой оборот. Родители просят разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности. Подробности выясняла Татьяна Рудаметова. Тело 32-летнего Эдуарда Победимова достали из воды на водохранилище Донгелек 6 августа прошлого года. Накануне он, находясь на работе, позвонил товарищу и сообщил, что заглох мотор катера, и ему нужна помощь. К нему направился напарник, который по возвращению заявил, на месте нашел только катер. Эдуард исчез. Поиски ничего не дали. Через день всплыло тело мужчины. Убитые горем родители до сих пор не могут поверить в случившееся. С самого начала трагедии было много странного, отмечает мама погибшего. Это уже вторые сутки пошли, и чужой человек звонит. У вас Эдик пропал. Леша сел в машину и поехал на Донгелек. И вот сначала приехали, говорили, что он утонул, да, ушел рыбачить, утонул. Оказалось то, что вообще он повез запчасти на точку. Полиция сразу же сообщила, Эдуард погиб по своей вине. Якобы был не трезв, упал, ударился и утонул. Но его отец увидел, что на катере не было лобового стекла. На корпусе видны следы повреждений. Позже коллега признался, что это его лодка ударилась о катер Эдуарда. Но его там не было. Медэксперт не указал повреждений на теле, пояснив, что тело сгнило. На экспертизу не предоставили вещи погибшего и не провели лабораторные исследования, говорит отец. Он не поверил результатам экспертизы и ходатайствовал о проведении повторной. Судмедэксперт дал ложное заключение, что его тело целое. Для чего это было сделано и почему следователь не описал повреждения. Чтобы наказали по всей строгости закона. За ложное заключение он там дает. И разобрались по основному делу, что нашли, кто убил моего сына. Пришлось делать эксгумацию тела. В итоге судмедэксперты Астаны нашли немало повреждений. Гематомы на животе, 10 сломанных ребер, травмы на спине, сломанную подъязычную кость. Дело приняло другой оборот. Спустя год арестовали напарника Эдуарда. Его подозревают в причастности гибели коллеги. По поводу заключения судебно-медицинского эксперта, также зарекистрено уголовное дело. По статье 420 уголовного кодекса республики Астан. Проводится досудебное расследование, которое ведется в управлении полиции города Уральска. Дело находится на контроле. После проведения оперативных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение по делу. Если будет доказана ошибка медэксперта, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Тем временем отец обратился с жалобой в Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру и к президенту страны. Он надеется, что проведут объективное расследование и истинных виновных привлекут к ответственности. Татьяна Рудометова, Алтенбек Кабделов, Астана Таймс из Уральска. К новостям в мире. Последние 48 часов оказались самыми горячими для Ближнего Востока. Убийства Израилем лидера Хизбаллы Хасана Насралы и продолжающиеся бомбардировки в очередной раз усилили опасение, что конфликт может перерасти в полноценную войну. Особенно на фоне последнего заявления Бениамин Нитаниаху о том, что Тель-Авив будет продолжать атаки на Ливан до тех пор, пока Хизбалла не перестанет создавать угрозу и его безопасности. Подробности в следующем материале. Это автостоянка в прибрежном городе Сидон. Ливанцы, спасающиеся от израильских ударов, вынуждены укрываться тут. Люди сидят на голой земле, многие с детьми на руках. Ливанские власти сообщают, в результате израильских атак около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. У нас много требований, самое важное из которых – предоставить убежище этим детям. Сказать, что ливанцы шокированы убийством бессменного лидера Хизбаллы, значит ничего не сказать. Многие восприняли этот удар как невосполнимую потерю в рядах группировки и припевают растерянности, как теперь жить Ливану без Хасана Насралы. В Тель-Авиве убийство лидера Хизбаллы назвали историческим поворотным моментом. По мнению израильского премьера Нетаньяху, будь Насрала жив, он быстро восстановил бы возможности Хизбаллы, поэтому он должен был умереть. Убийство бессменного на протяжении последних 30 лет лидера группировки стал последним из серии крупных ударов по Хизбалле, которая за последние недели и так уже потеряла нескольких командиров. Насрала был не просто еще одним террористом. Он был тем самым террористом. Он был осью оси, главным двигателем оси зла Ирана. Он и его люди были архитекторами плана по уничтожению Израиля. Он не только управлялся Ираном, он также часто управлял Ираном. Белый дом, судя по всему, тоже был шокирован смертью Насралы. По крайней мере, там заявили, что не знали и не участвовали в пятничной атаке Израиля на Бейрут. А президент США Джо Байден назвал смерть Насралы мерой справедливости для его многочисленных жертв. И призвал к деэскалации конфликта на всем Ближнем Востоке. Но как раз этого, похоже, избежать не удастся, уверены эксперты. Бывший высокопоставленный сотрудник разведки Джонатан Панников, слова которого приводит CNN, считает, что Хэтбола вряд ли оставит это без ответа. Ответ, скорее всего, будет настолько масштабным, что вероятность того, что он спровоцирует полномасштабную войну, резко возрастет. Другим ключевым вопросом является степень возможного вмешательства Ирана. Многолетняя теневая война Тегерана-Израиля в последние месяцы становится все более открытой. Посольство Ирана в Ливане назвало убийство Анастралы серьезной эскалацией, которая меняет правила игры. На этом фоне, похоже, возможностей для дипломатии становится все меньше, учитывая, что Израиль сегодня начал стягивать атаки на совместной границе с Ливаном. Дана Ермак, Анара Сюмбаева, Астана, Таймс. В 195 миллионов тенге обошелся бюджет у Паладарской области физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Хараоба. Но вот для занятий спортом он оказался непригодным. Среди недостатков проекта некачественное утепление, ошибки в проектировании и строительстве. На это обратил внимание глава региона. Он наказал чиновникам на местах не принимать объект, пока подрядчик не переделает свою работу. Дедлайн у стройки заканчивается в ноябре этого года. У вас сейчас спортзал будет, зимой в нем холодно будет, летом жарко будет. Утепление не соответствует проекту. Отапливали, затраты будут как будто всю деревню отапливать. А тепло не будет держать. Проектировщик неправильно проектировал. Вы неправильно этот проект приняли. Вы должны были открыть его, посмотреть, сказать, слушай, зачем мне боковые окна в этом спортзале? Будет освещение, естественный свет больших окон, плюс искусственное освещение хорошее. Сделай эти две вещи и все. Боковые окна не нужны. Жители Актобе возмутило решение о сносе их гаражей. 60 собственников строения получили соответствующие уведомления. По планам властей на этом месте будет строиться дорога. Однако люди не намерены просто так отдавать свою собственность и решительно выступили против. Смогут ли стороны прийти к компромиссу, выясняла Ольга Литвина. Гаражный кооператив «Авиатор-3» был построен в 80-х годах. Здесь находится более тысячи гаражей. Часть земельных участков в собственности владельцев, остальные арендуют. Но сейчас само существование кооператива поставлено под угрозу. По планам властей через него будет проходить дорога. Ради новой магистрали планируется снести 60 гаражей. Уведомления о сносе люди получили накануне. Причем на решение вопроса дали всего месяц, жалуются октябинцы. Сейчас людям пришло уведомление в связи с тем, что хотят проводить дорогу. Будет решение земельной комиссии, что будет отчуждение. Да, в законе это прописано. Но в законе прописано о земле так же, что на это дается год. Человек получает уведомление о сносе, а через три дня получает постановление, что снос начнется в ноябре месяце. И теперь Акимат в 23-м году дал разрешение на частную собственность землю. Мы выкупили. Теперь вот я получила уведомление о сносе этого гаража. Они говорят, в ноябре вашего гаража не будет. В зиму у меня засыпана картошка на две семьи, соленья, зимняя резина. Я потом, у меня старенькая машина, я когда ломается ставлю в гараж, мне ее девать некуда. Я свой гараж буду отстаивать всеми силами. Я, если не поможет наша прокуратура, буду писать в Астану. Против строительства дороги выступают и те, чьи гаражи не пойдут под снос. На это есть еще одна причина. Новая дорога разрежет кооператив на две неравные части. Поэтому обеспечивать безопасность на территории будет гораздо сложнее, говорят люди. Кооператив тогда на две части хотят поделить, а тогда будущее, как будет выглядеть, представьте себе. Вот целый кооператив, если делить на два, председатель куда будет смотреть, какую часть отвечает, через дорогу, куда сторожа, как будет, кража, потом вот это вот, разные виды, бардак, бардак будет. В городском отделе земельных отношений пояснили, дорога в этом месте была предусмотрена генпланом еще в 2016 году. Как уверяют власти, собственникам гаражей предложили несколько вариантов и дали время на раздумья. Им либо выдадут новые участки в другом месте, либо выплатят компенсацию. По предварительной оценке она составит от миллиона до полутора миллионов тенге. В случае не согласия с данной оценкой, данная оценка направляется в палату оценщиков, который пересматривает, делается экспертиза. Если она не соответствует нормам, законам, то она будет пересмотрена и сделана соответствующая внесение. А после данных внесений, также если не придем к соглашению, то данный вопрос только через судебную завершится. Однако собственники гаражей не намерены сдавать позиции. На встрече с чиновниками они предложили построить дорогу в обход кооператива. Сейчас этот вариант находится на рассмотрении городских властей. За год водители такси заплатили налоги на сумму около 700 миллионов тенге. Об этом рассказали в Комитете государственных доходов. В ведомстве напомнили, что уже год в стране работает пилотный проект платформенной занятости, где суммы налогов не превышают 1%. С 1 сентября в документ внесли поправки и расширили список сокращенных налоговых сборов для тех, кто работает с помощью приложений и сети интернет. Отразятся ли послабления на ценах, выяснял Аман Танатаров. В 2023 году был запущен пилотный проект платформенной занятости, в рамках которого самозанятые выплачивают всего 1% налога. Большинство пользователей данной привилегии – это водители такси, рассказали в Министерстве финансов. Их в системе зарегистрировано свыше 20 тысяч. За минувший год оплатили в бюджет почти 700 миллионов тенге. Но на этом в Комитете госдоходов не остановились и с 1 сентября внесли поправки. С 1 сентября у нас вступили поправки, которые острые основные поправки. Это первое признание налогом агентов, операторов интернет-платформ. То есть все обязательства по уплате налогов с доходов на интернет-платформ предлагаются на них самих. То есть они рассчитывают их по итогу месяца, переселяют бюджет и фонды. Также, во-вторых, это снижение ставок размеров соцплатежей налога. То есть соцплатежей, в частности, до 1%. С чистого дохода по 1% пенсионный взнос, 1% социальный взнос, социальное отчисление и 1% СМС. По словам чиновников, третьей немаловажной поправкой является возможность применения двух специальных налоговых режимов – упрощенный и специальный режим с использованием интернет-платформы. Это позволит самозанятым с несколькими источниками доходов применять соответствующий режим. Конечно, в итоге плюс будет. От всего объема получаемой выручки всего 4% платишь. Это ты все социальные налоги, страховые, можешь даже не платить дальше. Ты просто знаешь, что у тебя объем вырос, и платив 4%, ты все благами социального защиты, социально-медицинского страхования, пенсионного, все как бы выполняешь. Особенно новшеством радуются водители такси. По их словам, многие из них сейчас платят высокие ставки. Правда, на вопрос, будут ли они в связи с изменением налогов снижать цены, таксисты предпочли не отвечать. Сервис не обслуженный платим 17%, 5% таксопарк и 4% подоход налога и социальный налог. Наша поездка в тысячи тенге почти 30%, около 30% забирает. 4% выгодно, все мы туда пойдем. Коллективно согласны, против никто не будет. Стоит отметить, данные новшества введены в целях снижения нагрузки на самозанятых, а также упрощения процесса уплаты налогов и социальных платежей. При этом участникам системы не нужно предоставлять налоговую отчетность в уполномоченные органы. Аман Танатаров, Олег Федоров, Astana Times. Казахстанские бизнесмены, работающие в сфере торговли, получат дополнительную финансовую поддержку от государства, сообщили в Министерстве торговли и интеграции. По данным представителей ведомства, помощь планируется двумя способами. В виде субсидирования кредитной ставки и предоставления кредитных гарантий. При этом, согласно условиям, сумма кредитов для проектов в областных центрах не должна превышать 3 миллиардов тенге, а в моно- и малых городах, а также сельских населенных пунктах, она должна быть не выше 1,5 миллиарда тенге. Чиновники подчеркнули, что эти меры направлены на модернизацию торговых рынков, строительство и реконструкцию торговых объектов, а также на создание магазинов в шаговой доступности. Чтобы принять участие в программе, предпринимателю нужно будет обратиться в банк для получения кредита, а также в фонд развития предпринимательства ДОМУ. В случае одобрения кредитной заявки, государство просубсидирует 10-75% пункта от ставки вознаграждения. Разницу должен будет оплатить сам заемщик. Срок субсидирования составляет на инвестиционные цели не более 5 лет, на пополнение оборотных средств не более 3 лет. В свою очередь, после оказания господдержки, предприниматели должны будут размещать до 50% отечественных товаров, а также использовать национальный каталог товаров и мониторить цены на социально значимые продукты. Таким образом, в течение двух лет Минторговля планирует модернизировать 115 рынков Казахстана. Мы заставили дорожную карту на 2024-2025 годы и закрепили ее приказом. Всего в республике насчитывается 115 рынков, которые подлежат модернизации согласно дорожной карте. 16 из них должны быть завершены в этом году. В следующем году необходимо завершить работы по 99. Число сторонников строительства АЭС неуклонно растет. Таковы данные телефонного опроса, который провел Институт демократии. Он проводился с 13 по 26 сентября. Всего опрошено 1200 респондентов старше 18 лет. В опросе принимали участие жители 17 областей, а также Астаны, Алматы и Шумкента. В целом большинство опрошенных, почти 73%, поддерживают строительство АЭС. На вопрос, как вы относитесь к этой идее, практически две трети опрошенных выразили положительные отношения. Об отрицательном отношении говорят 22% респондентов. Около 5% затруднились ответить. На вопрос, вы готовы принять участие в референдуме, свыше 46% выразили твердое намерение. 15% ответили, что скорее примут участие. Не планируют принимать участие в референдуме 19% респондентов. Все мифы вокруг возможной радиации для окружающего мира от АЭС рассеял специалист в области радиоактивных отходов. По словам Артура Ягудина, атомная электростанция абсолютно безопасна. Ягудин трудится в роли начальника отдела переработки радиоактивных отходов первого в мире энергетического реактора на быстрых нейтронах БН-350. Он был введен в эксплуатацию в 1973 году на первой советской АЭС с реактором на быстрых нейтронах. В то время это являлось единственной атомной оплеснительной установкой в мире, которая поставляла пресную воду для города Шевченко в объеме 120 тысяч кубических метров в сутки. В 1999 году правительство Казахстана приняло решение не продолжать эксплуатацию реактора. Он был остановлен и приведен в режим вывода из эксплуатации. Спикер признается, он бы с удовольствием присоединился к команде, которая будет работать на атомной электростанции. Также в должности лаборанта. Как отметил специалист, срок эксплуатации АЭС 60 лет, хотя вполне возможно увеличить его и до 100 лет. Я, например, 100% за то, чтобы строить. Здесь у меня вообще никаких сомнений не возникает. Конечно же, чем угольные, сколько в атмосферу всего выходит. И наши, допустим, реактора, ВБН вообще надежная штука. ВБР это тоже достаточно серьезный аппарат, он продуман, он долговечен. И все из-за того, что грамотные специалисты выбрали грамотный материал, а именно сталь, из чего делают собаки реактора, контура, допустим, самооборудование, генерация и прочая парогенераторы. Сейчас все надежно. Международные энергетические компании хотят поделиться технологиями ядерной энергетики с Казахстаном. Среди них французская ИДФ. По словам ее представителя, АЭС это масштабный и долгосрочный проект, который требует обучения и квалифицированных специалистов. И многие страны, имеющие опыт в этом вопросе, готовы поделиться своими знаниями. Также зарубежный гость отметил, что представители Франции уже ведут переговоры с казахстанской стороной о возможном сотрудничестве и других отраслях энергетики. Это очень долгосрочный проект. Он требует обучения и квалификации профессионалов. И на самом деле мы здесь для того, чтобы работать с казахстанскими сотрудниками. Мы также нацелены на то, чтобы наращивать сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. Солнечные панели, ветровые турбины. Кроме того, гидростанции. У Казахстана есть потенциал в этой сфере, а также в области транспортировки и распределения энергии. В Казахстане дефицита кадров в атомной энергетике не будет. Таким мнением поделился глава столичного филиала Института ядерной физики Даррен Бургеков. Эсперт читает, что в стране атомная отрасль развита очень хорошо, поскольку ряд крупных вузов страны каждый год выпускает подготовленных специалистов в этой сфере. Причем по специальности ядерная физика обучаются не только бакалавры, но и магистранты и докторанты. Помимо этого, есть вузы, где преподают качественные знания по специальности ядерная энергетика. В будущем дефицита специалистов в этой области быть не может. Вблизи Алматы уже 57 лет работает атомный реактор. Например, если взять Институт ядерной физики, мы подготовили не менее трех поколений специалистов. Обмениваемся опытом, обучаем. Мы выпускаем хороших специалистов. Кроме того, по повышению квалификации в Институте ядерной физики имеется три учебных центра. По ядерной и физической безопасности второй по радиационной безопасности, третий по неразрушающим методам контроля. Члены Народного штаба по строительству АЭС продолжают свою работу в регионах. На этот раз они посетили город Кокшитал. Депутаты и эксперты обсудили возможности и преимущества атомной электростанции с работниками медицины, спасательной службы и ветеранами. В ходе встречи члены штаба подчеркнули, что атомная энергетика способна обеспечить стабильное и мощное энергоснабжение на долгие годы, а также позволит нашей стране стать энергетически независимым государством. Формат референдума, который введен в политическое поле, скажем так, Республики Казахстан, это инициатива президента Константин Альбомедовича Атакаева, который после конституционной реформы сказал, что многие наиболее общественно чувствительные вопросы будут обсуждаться и решаться народом. Народом они могут решаться как? На референдуме. И поэтому серьезные вопросы, в том числе и вопрос этого референдума, президент принял решение именно решить на референдуме. Как народ решит, так оно и будет. О бакологической безопасности АЭС и подготовке отечественных специалистов для атомной отрасли поговорили члены партии АМАНАД с представителями трудовых коллективов и студентами вузов Узкоминогорска. Члены Народного штаба детально остановились на том, что атомная генерация позволит развивать новые секторы экономики. Как результат, появится реальная возможность переходить от сырья к глубокой переработке. Откроются новые предприятия. К слову, в вузах Восточного Казахстана уже на протяжении многих лет готовят специалистов атомной промышленности. Процесс строительства будет контролироваться не только государственными органами нашей страны, но и международными организациями. Есть такая организация МАГАТЭ, которая будет проверять весь цикл строительства. Строительство АЭС напрямую затрагивает интересы нашего общества. Более 150 буклетов раздали активисты Народного штаба в поселке Заречное Кустанайской области. Там прошла акция «От двери к двери». Молодежь посетила свыше 40 жилых домов и провела с жителями разъяснительную беседу. Представители Народного штаба ответили на все интересующие вопросы населения о строительстве АЭС и предстоящем референдуме. Регулярно выходим на такие акции с членами Народного штаба, проводим акции от двери к двери, расклеиваем агитационные материалы. А в Ускаменогорске о референдуме члены Народного штаба поговорили с горожанами в торгово-развлекательном центре. Людям раздали информационные буклеты. Молодежь интересовалась новыми профессиями в области атомной энергетики, возможностью дальнейшего трудоустройства. Людей более старшего поколения интересовала экологическая безопасность. Я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен проголосовать на этом референдуме, потому что голос каждого гражданина очень важен для нас, потому что в нашей стране проходят очень важные события, и от этого зависит наше будущее. Открываются новые возможности, в том числе и для молодого поколения, потому что молодежь растет, молодежь развивается, будут новые рабочие места. Мы призываем всех отдать свой гражданский долг, проявить свою активность. Я уверен, что будущее в наших руках страна шагнет на несколько шагов вперед. В Караганде 183 участка полностью готовы к проведению референдума по вопросу строительства АЭС. Об этом рассказал председатель территориальной комиссии референдума. По словам Дархана Малдебаева, выразить свое мнение по вопросу развития энергетической отрасли страны должны прийти более 350 тысяч человек. Участки, расположенные в местных школах, дворцах культуры, поликлиниках, больницах и других социальных объектах, откроются в 7 часов утра. Уже готовы кабинки для голосования. Информационные баннеры и плакаты установлены по всему городу. Карагандецы уже получили персональные приглашения. Условия, созданные для людей с особыми потребностями. Известно, что проезд в общественном транспорте в день референдума будет бесплатным. Как вы видите, на всех участках созданы все необходимые условия для лиц с особыми потребностями. Их в городе 961 человек. Из них 342 пользуются креслами-колясками. 324 человек – это слабовидыщие. И около 300 человек – это слабослышащие наши граждане. Во всех участках оформлены уголок специально для их удобства. Где там находятся компьютеры, наушники, лупы, трафареты, шрифт Брайля. Все 183 участка обеспечены. В Алматы прошел международный семинар для работников дошкольных организаций. Площадка объединила отечественных и зарубежных специалистов. Мероприятие организовано Управлением образования города при поддержке Акимата Алматы. Семинар состоялся в рамках курсов повышения квалификации. Главная тема – мировые стратегии воспитания и обучения в системе дошкольного образования. В этом году в обучении приняли участие 440 педагогов. Это руководители, методисты, воспитатели и специальные педагоги детских садов города. Цель курса – создание образовательной среды, где специалисты не только обмениваются опытом, но и современной практикой. Мы должны использовать лучшие педагогические практики. На курсах специалисты смогли обменяться опытом и знаниями. Обучение провели ведущие отечественные и зарубежные эксперты. На сегодняшний день существует много эффективных подходов к образовательному процессу. Наша задача – усвоить эти знания, чтобы улучшить процесс дошкольного образования. В течение пяти дней казахстанские работники дошкольных организаций ознакомились с международным опытом стран, таких как Малайзия, Греция, Италия и Гонконг. Особое внимание было уделено вопросам повышения качества инклюзивного образования и коррекционной педагогики. Говоря об инклюзивном образовании, у каждого ребенка есть свои индивидуальные особенности, и мы должны давать им равные возможности. Я всегда подчеркиваю, что мы должны помогать преодолевать барьеры между учениками. Надеюсь, что мы смогли поделиться этим опытом. Ведь сегодня в образовании, возможно, есть некая дискриминация. Думаю, что преодолевая все барьеры, мы сможем этого избежать. Один из методов, который мы используем, заключается в сопровождении сначала детей с особенностями, чтобы они адаптировались в общем кругу среди здоровых сверстников. К примеру, если взять линейную педагогику, в общих классах мы создаем специальные места, где обозначаем их знаками, это упрощает адаптацию детей. В завершении программы 40 руководителей и методистов, набравших наивысшие баллы по результатам конкурса, получили возможность пройти международную стажировку в ведущих образовательных учреждениях Малайзии, Китая, Польши и Германии. Международная акция, посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне, прошла в Алматы. Она организована при поддержке Акимата Мегаполиса. В ней приняли участие делегации стран СНГ и Управления общественного развития Алматы. Ветераны, общественники и гости города собрались в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, чтобы почтить память защитников Родины. Участники международной акции почтили память наших соотечественников в минуты молчания, а затем возложили цветы к мемориалу погибших в Великой Отечественной войне. Важным моментом стала передача капсулы с землей с места сражения казахстанских героев. Ее доставила специально прибывшая делегация. Капсула будет захоронена на центральном кладбище Алматы. Передавая землю, мы хотим напомнить в первую очередь молодежи, жителям Казахстана, о том, что вместе мы совершили подвиг. Мы о нем не должны забыть. Именно благодаря нашим совместным усилиям мы сломали хребет фашистскому зверю. Мы смогли достичь того, что не удалось достичь ни одной из стран Европы, которые ныне говорят, что они тоже участвовали в этом деле. В ходе мероприятия представители делегации и гости города посетили музей вооруженных сил, где ознакомились с ценными экспонатами. Казахстан внес огромный вклад в нашу общую победу. И сегодня вот здесь, в этом музее, в котором мы только что побывали, мы воочию могли убедиться, как казахстанцы относятся к этой великой памяти. Памяти героев Великой Отечественной войны. Я думаю, что мы в правильном направлении идем. Мы чтим эту память. И мы на стороне правды. Напомню, в Великой Отечественной войне участвовали больше миллиона 200 тысяч казахстанцев. Боевыми орденами и медалями были награждены свыше 100 тысяч воинов из Казахстана. Более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Наргиза Токижанова, Канад Кигизбаев, Астана Таймс, Алматы. Это были все новости на сегодня. Я с вами на этом прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин